Семейный доктор 8 октября отмечается Всемирный день зрения. О том, какие на сегодняшний день существуют технологии сохранения зрения и как человек сам может позаботиться о своих глазах, мы поговорим с главным офтальмологом Сибирского федерального округа Владимиром Ильичем Лебедевым. Владимир Ильич, здравствуйте. Добрый день. Есть какие-нибудь особенности в состоянии здоровья глаз у современного человека или оно остается неизменным? Если раньше человек, как правило, проводил свое время на открытом воздухе, в поле, в лесу, то сейчас, как правило, мы проводим свое время в закрытых помещениях. Если вспомнить школьные годы наши, мы половину времени проводили на улице, то сейчас школьники основную массу времени проводят за компьютерами. Наибольшую нагрузку и физическую, и эмоциональную, и зрительную ребенок испытывает в первый год обучения в школе. Прибавим к этому увлечение, зачастую неумеренное гаджетами. В результате дети, особенно имеющие наследственную предрасположенность, уже к первому году обучения в школе начинают терять зрение. Приостановить этот процесс поможет соблюдение режима зрительной нагрузки. Что такое работа вблизи? Это постоянное напряжение внутриглазных мышц, которые помогают фокусировать изображение четко на сетчатку. И если эти мышцы очень долго находятся в одном положении, они, естественно, устают. Мы рекомендуем, ну, детям, допустим, начальной школы занятия проводить с перерывами. Режим такой, час, да, работа вблизи, 15 минут нужно встать, выйти со стола, отдохнуть. Даже лучше поделать какие-то упражнения. Упражнение для глаз, если оно станет привычным для вашего ребенка, поможет сохранить остроту его зрения. Итак, нарисуйте на окне небольшую точку на уровне глаз ребенка. Одним глазом он смотрит на эту точку 10-15 секунд. Потом фокусирует взгляд на каком-нибудь предмете вдали. Все тоже надо проделать другим глазом. Упражнение выполняется 3-4 минуты 3 раза в день. Оно хорошо тренирует глазные мышцы и снимает напряжение глаз. Какие на сегодняшний день существуют технологии сохранения зрения? И насколько они доступны для жителей края? На сегодняшний день в Алтайском крае во многих глазных отделениях существуют технологии по замене мутного хрусталика. У людей после 40-50 лет развивается уплотнение хрусталика, начинает ухудшаться зрение вблизи, у некоторых начинает мутнеть хрусталик, и это приводит к значительному снижению зрения и нарушению работоспособности у человека. Во многих глазных отделениях делаются современные технологии. Современная офтальмология способна творить настоящие чудеса. Например, замена мутного хрусталика при катаракте возвращает человеку соколиное зрение в любом возрасте. У Марины Свириной врожденная катаракта обоих глаз. Зрение с каждым годом ухудшалось, и без операции ее ожидала слепота. Два года назад у меня была операция на левом глазу. Очень замечательно. Прошло все хорошо. Сейчас вот на второй, на правый глаз. Сейчас хорошо видите? Да, хорошо. Уже подглядывала, подсматривала. Хорошо. Операции на таком органе, как глаз, требуют от врача твердости руки, выдержки характера и ювелирной точности. Андрей Викторович Журавлев – хирург высшего пилотажа. Он выполняет сложнейшие операции на сетчатке глаза при серьезных травмах. И у самой проблемной категории – пациентов с сахарным диабетом. В тяжелых случаях убирается стекловидное тело, сетчатка расправляется, укрепляется лазером. И полость стекловидного тела, полость глаза заполняется веществами, которые замещают его. Это такие, как силикон. А глаз видит? Глаз видит. Это зависит от времени обращения. Чем раньше обратился и чем раньше проведена операция, тем лучше, соответственно, результат. Мама и бабушки нам с детства говорили, что надо есть морковку, чтобы глазки были острые. Скажите, пожалуйста, есть ли продукты, которые действительно помогают сохранить зрение или это миф? Действительно, определенный миф в отношении морковки был. Да, в морковке есть каротиды, которые улучшают зрение. Но надо очень много съесть этой морковки, чтобы получить то необходимое количество витаминов, которые необходимы для поддержания хорошей остроты зрения. Есть черника, которая тоже в своем составе имеет определенные вещества. На сегодняшний день выпускает многие витамины, которые в своем составе имеют эти вещества. Если говорить о продуктах, полезных для глаз, то несомненным лидером будет черника. В ягоде содержится оптимальное соотношение витаминов С, группы В, В, дубильных веществ, железа, магния, меди, различных кислот. Благодаря такому сочетанию ягоды улучшают обмен веществ, усиливают остроту зрения, улучшают кровообращение сетчатки и уменьшают усталость глаз. Если завести привычку добавлять в чай горсть сухих или свежих ягод и листьев черники, то вполне возможно избежать проблем со зрением. Черникафорты появилась в ассортименте продукции Валар в 2000 году. И сразу полюбилась и детям, ее можно применять с трех лет, и пенсионерам. Черникафорты содержат антоцианы черники, витамины, цинк, необходимые для ежедневного поддержания зрения, особенно при повышенных нагрузках на глаза. Школьникам, студентам, всем, кто работает с компьютером, подходит черникафорты с лютеином. Лютеин защищает сетчатку глаза от негативного воздействия, излучения монитора, также он защищает глаза от ультрафиолета. В линейке черникафорта появился интенсивный комплекс для зрения. Это новинка, содержащая полный набор всех необходимых для зрения компонентов. Черникафорты интенсивный комплекс для зрения содержит оптимальное количество лютеина, витаминов, цинка, омега-3. Такое сочетание способствует интенсивному питанию и полноценной защите глаз, а также сохранению зрения. Черникафорты и Валар – витамины для зрения номер один в России. Неизбежны ли возрастные и врожденные проблемы со зрением? Либо человек что-то может сделать для того, чтобы сохранить четкую картинку мира? Ежегодные профилактические осмотры как детей, так и взрослых позволят своевременно обнаружить какие-то проблемы со зрением. И офтальмолог даст рекомендации, назначив или капельки, или назначив очки, которые помогут избежать в дальнейшем слепоты, ну и, естественно, инвалидности. Спасибо, Владимир Ильич. Я поздравляю вас со Всемирным Днем Зрения. А наша программа продолжает «Медицинские новости» от Ольги Калачевой. В Алтайском крае врачи зарегистрировали 14 случаев менингита. 10 человек заболели в Барнауле, 3 в Бийске и 1 в Рубцовске. В основном пострадавшие дети школьного возраста. На некоторых сайтах появилась информация даже о гибели барнаульского школьника от менингита. Автор ссылается на интервью с директором 79-й гимназии. В городском комитете по образованию данную информацию не подтверждают. У нас не находится в реанимации никто. У нас находится в инфекционных отделениях. История в лицах, рассказанная знаменитыми выпускниками, весь день звучала в стенах Алтайского медицинского университета. Впервые таким образом они отметили день рождения родного вуза. 61 год назад, именно 1 октября, 200 первокурсников лечебного факультета впервые приступили к занятиям. Сегодня армия студентов медицинского выросла в разы. Но по-прежнему этот вуз остается одним из лучших университетов России. Депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко предложил ограничить рекламу вредной еды, продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Речь идет о различных напитках, чипсах, некоторых сладких лакомствах и другом. Законопроект уже внесен в парламент и предположительно будет рассмотрен на сессии Госдумы в декабре. В следующей нашей программе мы узнаем, как можно уберечь себя от инфекционных заболеваний. До встречи, берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова